Когда мы встречаем людей, которые нам говорят, чем вы занимаетесь? Я говорю, вы знаете, кто такой Уэс Андерсон? Добро пожаловать на шоу Кинолюди, где мы встречаем преданных фанатов, чьи любимый фильм или режиссер оставил наиболее яркое впечатление в их жизни. Я люблю тебя, но я не знаю, о чем ты говоришь. Я тебя тоже. Сегодня мы осмотрим весь мир Уэса Андерсона и всех его обитателей, таких как Уолли и Аманда Ковал, создатели замечательной книги путешествий «Случайный Уэс Андерсон». Давайте отправимся в Бруклин, штат Нью-Йорк, чтобы услышать историю Уолли и Аманды и как Уэс Андерсон вдохновила создать «Случайное комьюнити». С чего началась ваша любовь к Уэсу Андерсону? Ну, знаете, «Академия Рашмар» был моим первым фильмом, который я посмотрел с отцом. Его показывали вроде бы субботним утром по телевизору, я сначала не знал его название, но это было необычно и странно, и мой отец смеялся во время просмотра. Ну и в фильме были свои, темные небольшие оттеньки, немного закрученные, немного странные. И когда что-то у вас выходило... Вопрос в том, когда мы впервые сходили в кинотеатр, я думаю, впервые я посмотрела в этой квартире. Да, в этой квартире. Да, во время первого свидания. Мы уже были 15 лет как вместе. Итак, как вы случайно создали книгу? Ну, сначала Аманда и я составили список желаний. Вот почему я начал с аккаунта в Инстаграме. Поиск интересных мест и ежедневные посты. О том, что это, где и когда это было построено. И аккаунт начал расти. Мы стали полноценным сообществом. И кто-то сказал, эй, почему бы не создать книгу? Нам нравятся ваши фотографии, какие у них истории. Могли бы вы использовать свои фотографии в таком формате? Месяцы тщательного отбора. 200 фотографий из 20 тысяч. Дейстер нам в этом очень помог. За каждое нам нужный кадр он получал лакомства. Мы не авторы, мы не писатели, мы не фотографы. Это был просто кульминационный момент для тех людей, которые до этого никогда этим не занимались. Все довольно случайно. Но пока мы объехали весь мир и сделали все это, но последнее слово было за ним. Я не знаю, его лично никогда не встречал. Аманда, а сколько раз мы писали ему письмо? Где-то раз в 30. И мы отправили письмовое свои такие, эй, мы можем издать книгу? И вот, что он написал. С наших лиц улыбка не сходила около недели. И много слез. Посмотри на это. Это... Блин, реально? Хорошо. Расскажите нам о своем Суа-сообществе путешественников. О, боже мой, да. Мы всегда называем свое сообщество с большой буквой «С», а Суа-мировое сообщество как имя собственное. Это хорошие, это положительные. Да, это дружелюбные. Да, это дикие люди, которых мы встречали. Су, это припечатательный пример нашей дружбы в долгую. Она сделала этот замечательный кадр с бассейном и стала одной из первых членов сообщества. Джеффри Зам, которому я могу сейчас сказать, что ты помог мне стать фотографом, в первую очередь сделав этот кадр. Я была так рада рассказать Кэти, что это у Уэса одна из любимых фотографий. И она такая, я просто сделала фото во время дождя и фотографировала на четвертый айфон. И она не фотограф, она инструктор по йоге. А я ей такая, ну, ты сделала влиятельное. Да, ты прикасаешься к архитектуре, да, ты прикасаешься к истории. Но когда ты затрагиваешь людей, я думаю, что это является наиболее самым интересным. Какие у вашего сообщества самые любимые истории? Спрашивать нас о самом любимом кадре в книге? Всё равно, что спрашивать, кто твой любимый ребёнок. Мне нравится эта история. Букингемский дворец. Один из членов сообщества нам рассказал, а у меня, кстати, бабушка работала в Букингемском дворце. И ей платили платьями. Спорю, вы этого не знали. Паром из штата Вашингтон. Это старейшие, самые большие паромные системы США. Знаешь, это место в Дрездене, Германия. Раньше это была табачная фабрика, сейчас это офисное здание. А это просто гостиница, и там было замечательно. А это маяки со всего мира. А это старый Барни, или маяк Барни Гатов, Лонг Бич Айленд. Я ездил в Лонг Бич Айленд вместе с папой, когда был маленьким. Он около года боролся с раком поджелудочной, а потом его не стало. Я вот что скажу, я не писатель, я никогда не был писателем. Но я бы послал ему этот набросок, чтобы узнать, ну знаешь, его реакцию на это. И это то, что я тогда пока не смог осуществить до конца. Поэтому я хотел заполучить это фото. И это был один из новых членов сообщества. И мы обратились к нему, объяснил, насколько мне это важно. И он был невероятно милосерден и невероятно добр. И... да. Мы любим ненароком курировать эту группу замечательных людей. Их невероятные способности запечатлевать эти крошечные моменты. И делиться действительно замечательными историями, которые хотят рассказать. Ну, можно сказать, что я без ума от этого. Если вам понравился краткий обзор мира Уэса Андерсона и готова поспорить, вам понравится мнение Уолли и Аманды о его новом фильме «Город астероидов». Как долго они будут удерживать нас в этом городе на законах основания? И мир не будет таким, как прежде. Здесь прыгающий персонаж, а тут инопланетный цилиндр. Это идеальный пример того, как собрать в Айди на всё самое лучшее, что у него есть на данный момент. Оно всё такое многослойное, всё такое динамичное. И все нужные определённые точки там соединяются. И там и сям, по моему мнению. Это один из тех фильмов, которые нужно смотреть. Как минимум три раза. Да. Как думаете, это шедевр? А разве всё, что он делал до этого, не является шедевром? Что за вопросы вообще? Итак, у нас есть печать одобрения от случайного комьюнити Уэса Андерсона. Так что смотрите «Город астероидов» прямо сейчас, в любой точке страны с 23 июня. «Город астероидов» от режиссёра Уэса Андерсона. Мне не нравится, как этот парень на нас смотрит. Пришелец. Мы обречены. Видимо, да. Какой страны опыт, не правда ли? «Город астероидов» 16+. Пришелец везде с 23 июня.